Самый главный итог года, что мы в городе Нижний Тагил реализовали все намеченные планы. Мы закончили все проекты, которые начали. Закончили строительство дороги Максима Горького, Быкова, Космонавтов, Грибоедова. Мы продолжили строительство школы на Моринских прудах. И у нас есть обязательство перед губернатором Свердловской области реализовать данный проект в срок, чтобы дети пошли в школу 1 сентября 2019 года. На сегодня мы заканчиваем проекты и переходим в государственную экспертизу по строительству моста через Тагильский пруд. Мы сегодня заходим в государственную экспертизу с проектом строительства легкоатлетического комплекса «Новогонки». Мы сегодня зашли в государственную экспертизу и попали в федеральную государственную программу по строительству детских садов с ясельными группами. Мы начинаем масштабный, я считаю, проект по реконструкции здания завода управления. Мы начинаем его с подготовки двух проектов – архитектурно-художественной части и строительной части. Обязаны его закончить к сентябрю 2019 года. Мы выполнили все взятые на себя обязательства в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». Мы закончили и реконструкцию девяти дворов, мы закончили строительство парка «Народный», который сегодня является действительно одним из любимых местом тагильчана. Это по вечернее время и по выходным дням заметно. Мы залили там корт, и на сегодня это станет точкой притяжения парка и в зимнее время. Мы на сегодня переходим к завершающей стадии реализации проекта «Светлый город». Со следующего года мы заходим в сельские территории. Для меня самое главное, что те задачи, которые стали перед Думой на 2018 год, были выполнены, что Дума по-настоящему начала работать, поскольку выборы у нас депутатов были в конце прошлого года. Мы на сегодня депутаты привели необходимый опыт, налажен контакт с избирателями в своих избирательных кругах, что наказы, которые мы планировали выполнить в 2018 году, они на сегодня выполнены. Мы уже думаем над тем, что нужно будет призвать в 2019 году, что прошло 22 заседания Думы, рассмотрены ключевые вопросы для города, связанные и с бюджетом, с изменением уставов. Мы прошли выборы главы города в 2018 году, что было совершенно новое для Нижетагильской городской Думы. Ну и радует то, что все проекты, которые мы в городе намечали сделать в 2018 году, на сегодня не выполнены. Сделано было немало. Хотя бы начнем вот с этого объекта, городской дворец молодежи. Ведь наконец-то мы сделали зрительный зал. Конечно, есть еще проблемы немножко у нас с фасадом здания, но я думаю, что за год-два мы его осилим, до конца мы его все-таки доделаем. Если говорить о школах, то вся шестая школа. Все, кто там был, конечно же, мы и сами не ожидаем, что оно так получится. Что все-таки, конечно, вот этот индивидуальный дизайн всех кабинетов, которые там сегодня есть, наверное, все-таки мы считаем, об этом говорит глава Лайзаферич, что все-таки все школы, которые мы сегодня будем приводить в порядок, в надлежащую, они выглядеть должны гораздо лучше, чем эта школа. Соответственно, планка поставлена, и мы должны ее преодолевать. Москвичи отзванивались по поводу манежа. Та компания, которая нам проектирует манеж лёгкоатлетически, все, документация готова, она пошла уже на экспертизу. У нас на контроле находится исполнение программы региональной капитального ремонта многоквартирных домов. Всего по этой программе было запланировано 54 дома отремонтировать. С опережением на три месяца программа капитальных ремонтов была завершена, и сейчас уже выполняется работа следующего года. Кроме этого, было поменено 90 лифтов, все работы в установленные сроки были выполнены, и сегодня, значит, жители могут пользоваться новыми подъемниками. Кроме этого, мы реализуем второй год уже программу формирования комфортной городской среды. Тоже большая, скажем так, у жителей потребность в благоустройстве дворовых территорий. Девять дворов было отремонтировано вновь, то есть поставлено новое оборудование, выполнены новые проезды. В эти дворы входило 48 многоквартирных домов. В общем-то, большинство жителей довольны результатом проведенной работы. Мне бы хотелось отметить, что в этом году знаменательным событием стало то, что началось строительство самой большой школы на 1200 мест. Школы такого масштаба в нашем городе не было, и вообще, это первая школа за 23 последних года, которую мы строим в Нижнем Текиле. Это так здорово, потому что эта школа совершенно будет нового типа, не похожа на все остальные, и масштаб ее действительно впечатляет. Ну и самое главное, что эта школа позволит решить проблему со второй сменой, которая существует на сегодняшний день на Гальяно-Горбановском массиве. Можно отметить спортивную площадку школы номер 65. Это такой многофункциональный спортивный комплекс в достаточно непростом микрорайоне нашего города, который позволяет на сегодняшний день найти занятия по интересам всем молодым людям, учащимся в нашей школе, которые проживают в данном микрорайоне. Стадион 8-й школы и 55-й школы. По сути дела, капитальный ремонт 55-й школы. Все эти мероприятия, которые, безусловно, делают наши школы лучше, безопаснее, интереснее. Успехом и победой 2018 года стало, конечно, установка и приобретение цифрового оборудования в киновидеодосуговый центр «Красногвардейцы». Зоя Николаевна Копсова на этом не остановилась. И не только было установлено цифровое оборудование, но также проведен косметический ремонт зрительного зала, фасада и лестницы. Появились брендовые мероприятия, брендовые проекты, которые теперь продвигают в Нижний Тагил наш город как культурный центр. Это первый всероссийский музыкальный форум имени Николая Ивановича Привалова. Конечно, это колоссальный успех всей отрасли. Не только Нижний Тагильский филармоний коснулось данное мероприятие, потому что все равно оно более направлено на музыкальное искусство. И, безусловно, главным подарком для нашего города было это участие Оркестра народных инструментов имени Андреева. Мы начали проводить определенные ремонтные работы в наших учреждениях. Например, на Пархоменко 37 был постелен паркет для баскетбольного зала. Это долгожданное событие для наших баскетболистов, потому что о Тагильском зале ходили легенды. Конечно же, хотелось бы огромное спасибо сказать Владиславу Юрьевичу Пинаеву, потому что стали обращать внимание не только на материально-техническую базу, но и приглашать достаточно таких знаковых и великих спортсменов. Это мастер-классы Александра Попова, мастер-классы Александра Легкова, которые прошли в нашем городе. Были ребята приглашены по трем видам спорта на международные детские игры в Казань. И там тоже показали определенные результаты. Ну, а из крупных мероприятий здорово, что уже в четвертый раз прошли этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Я считаю, что в 2018 году мы сделали достаточно большой объем работы, но 2019 год нам предстоит сделать еще больше, поэтому планов большое количество, включая участие города по поручению губернатора реализации национального проекта «Комфортные и безопасные дороги». Нам не хватит и спортивных сооружений центра «Одиноборств», которые мы начнем строительство в связи с соглашением, подписанного губернатором Средневоскопольской области и Федерацией бокса Российской Федерации. Нам нужны спортивные объекты. Мы будем делать проекты, мы будем выходить с инициативами и максимально попадать в те программы, которые позволят городу не просто развиваться, а развиваться более большими темпами.